У нас есть 1 миллиард 250 миллионов рублей, у нас в руках СМИ, мы сможем навязать фильм зрителям, у нас есть 7 лет, за это время мы можем проработать декорации, костюмы, сценарий, как называется моя миссия? Викинг 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 Первое, позиционирование За достоверностью следили крупнейшие ученые-историки, кино с документальной точностью, самый точный кинодокумент того времени Говно О, кинодокумент Второе, критики и кинопоиск В течение двух недель проката Викинга, рейтинг кинокритиков составлял 100% на оболочке сетчатки глаза И это правильно, когда такие фильмы выпускают, счетчик магическим образом должен зависать Так, третье, а че было вторым-то? Похер После логотипов Первого канала, дирекции кино, фонда кино и студии Михалкова Должна быть старославянская цитата знаменитого Русича Маудзе Дуна Православненько Так, мне нужно погрузить зрителя в сложные события с целой плеядой персонажей Да так, чтобы зритель не запутался Как же мне это сделать? Текстом на экране Текстом на экране Даже без озвучки Пусть зритель сам разбирается, что происходит А мы резко врубим охоту натура Охоту ведут местные и не местные Между охотниками назревает конфликт На почве вопроса Откуда на Руси в десятом веке арбалет Ну и чей выстрел был последний? Мой! Мой-мой-мой! Мой выстрел! Мой! Мой-мой-мой-мой-мой! Во время спора за добычу возникает поножовщина Бородач убивает другого бородача А следом встречается с другими бородачами Те кидаются в погоню В конце которой бородача люди скидывают в яму с кольями Музыка Так, это важное событие для понимания всего сюжета По-моему я недостаточно раскрыл персонажей Сейчас прилягу и потом все объясню Пролитая кровь вызывает к отмщению Вот Ярополк и решил принести в жертву закону меня Прямо здесь, в доме своего недруга князя Роговолда Чтобы все знали, что Ярополк невиновен в смерти Олега Но кровь брата лежала на нем Роговолд, невеста Олега Прощал Ярополка Охота на дом Рюриховича Казнь Хм Логично написано Что, кто, где То, что ни хера не понятно, не проблема Второй раз ходит, чтобы понять Заодно мы и денег больше получим Бабки, бабки, сука, бабки Но я-то знаю, что главный герой Вот этот бородач по имени Свенельд В реальности он был воеводой у Ярополка В фильме же он ему враг А тот, кто в жизни был врагом В фильме стал другом Это небольшое допущение Как если бы в фильме про Великую Отечественную Жуков был бы маршалом у Гитлера Историки с мировым именем, авторы сотен исследований Поблагодарили создателей викинга За бережное отношение к повести временных лет Бережно обошлись Бережно Так и было, сука Так и было Итак, Свенельда ловит Ярополка Где-то за кадром В фильме этого нет Надо делать так, чтобы зрителю было Максимально ни хера не понятно И надо подбирать актеров Максимально похожих друг на друга Например, вот этот мужик был убит в начале А теперь он палач Свенельда Пусть будет загадка У нас же кинопазл Я думал кинодокумент А что кинодокумент не может быть пазлом Яропол хочет казнить Свенельда Чтобы все подумали Дескать, именно Свенель-то виноват В смерти своего начальника Это как если бы Джокер убил Бэтмена А потом казнил Робина Чтобы все подумали, что именно Робин виноват В смерти Бэтмена Звучит логично Подмогни мне С волосами Он говорит, что не положит голову на плаху Пока кто-нибудь не придержит его волосы Викинг в производстве 7 лет Это у нас украли эту сцену И 1 миллиард 250 миллионов рублей бюджета тоже они потратили В смысле, Свенельд уезжает И нам показывают Владимира Роль которого исполнил Данила Козловский Да так исполнилось, что можно заказывать историческую литературу Но с его изображением Вроде как после экранизации Мастера и Маргарита Продавали Библии с лицом Безрукого Почему мы не можем? Или не продавали Ну во всяком случае Владимир же не святой Или святой В общем какая разница? Покупайте исторические книги про Владимира На этом же корабле, на котором плывет Владимир Плывет и Свенельд Потому что... Эммм Надо написать сколько времени прошло с момента казни Как они сошлись Раскрыть их О! Синичка! Так, о чем это я? А! Князь Владимир приезжает с отца к местной княжне по имени Рогнеда Никакой экспозиции, никакого рассказа Ведь это именно то, что нужно сложному историческому фильму Ну а местная княжна не очень-то хочет выходить за Владимира Брось петуха, ничего не будет Ты же меня не знаешь совсем Я все про тебя знаю Замолчи! Слышишь меня? Давай говори Сказать Говори Не смей Ты сын рабыни Кот красный! Кот красный! Здесь шутки про мамаш! Да я знаю, что тогда воспитание и нравы вообще были не похожи на современные И представить себе, что дочка князя в момент сватовства будет унижать жениха на глазах его войска Можно только если в мире фильма существуют драконы Но эй! Надо же осовременеть! Для молодежи снимаем! Йоу! А что если пойти дальше? Выйдешь за меня? Бля! Лолирую с тебя, Вован Ты чё, сука падла? Ты чё? Бля, как бомбанула Шкура, хорош троллить! Мамка твоя шкура, петушок Я любил свою мать Да её весь Киев любит, лол Шлем душил его Сужал ему обзор А ведь царь должен далеко видеть Гаваand Да, нужно снимать этот эпичный кадр и засраные ограды Чтобы нихера не было видно Да, у нас есть бабло, но мы не какой-то там Майкл Бей Мы снимаем искусство! Знаете, для пущего эффекта вообще, наверно, нужно снимать из-под моста Викинг должен запомниться всем невнятными планами, плохим монтажом И в целом, бессильной компоновкой Вот, например, на общих планах, где графоний, нужно показывать огромные города. А на крупных планах небольшие закутки, максимум с парочкой домов. Эти перебивки весьма путают. Зритель должен ни хера не понимать. Мы должны быть с ним в равных условиях. Спасибо! Пора готовить берсерка. Я с викингами пойду. Нет. Князь Владимир выпивает отвар из сырых грибов галлюциногенов. И за секунду крупный серьезный город Полоцк, который кадр назад штурмовали, уже взят. Никаких таранов, никаких лестниц. Нападающие просто выдрали одно бревно из стены. Эх, выделили бы нам 3 миллиарда рублей. Сделали бы еще круче. Дайте им 3 миллиарда. Ну и для съемок битв достаточно парочки пьяных косплееров. Нужно экономить. И да, после отвара грибов великий князь Владимир не должен ни с кем драться. Он не должен нанести ни одного удара. Он не должен показывать лидерских качеств и тактического умения. Он просто будет в слоу-мо. Ведь именно так работают грибы. Уж поверьте мне. Нам надо как бы показать все величие князя. И пусть он упоротый заходит в первый попавшийся дом в тот момент, когда идет битва. В этом доме великого князя викинги склонят к изнасилованию под бит. И тут нужно быть внимательнее, ведь актера может стошнить из-за столь гениального сценария. Высоцкий сидит на морфине. Князь Владимир облеванный грибоед. Мы знаем как показывать сильных личностей. Господи, хоть бы нам дали снимать фильм про Гагарина. Снимайте фильм про Гагарина. Три, два, один, поехали! Главное не переплачивайте массовки. Пусть она лениво гуляет на заднем плане. При этом как бы битва за город все еще идет. Мы должны экономить деньги налогоплательщиков. Ну а великий князь ложится спать в грязище на подстилку из блевоты. Это была тактическая рвота. Вообще нужно показать весь ужас битв при осаде крупных городов, чтобы на все деньги. Три, четыре трупа на фоне достаточно. Эпичность, разумах! Ну а сам великий князь облеванным до самой ночи без обуви спит на голой земле. Можно укрыть его слоем говнища, но это не обязательно. Эти, если бы Владимир был крещен, все сложилось бы иначе. После сна Владимир, именуемый в дальнейшем чмо, заходит в дом, где сношал княжну. Там лежат трупы ее родителей, а она сама пытается отомстить. Собственно, единственный противник, с которым князь вступает в схватку на равных условиях за весь фильм. На разборки также прибегает маленький сынишка покойного князя. Как раз под нож Свенельда. Но вдруг... Отпусти ее. Что? Она со мной поедет. Она мстить будет. Куда она поедет? И он тоже. И он тоже на войну, что ли, поедет? Князь берет с собой парня, чьих родителей он убил и чью сестру изнасиловал. Может лучше написать, что он каждые выходные занимается сексом со старой спидозной дешевой портовой шлюхой? Ну а что? Князь любит испытывать удачу. Говорить, что Полоцк перешел на сторону Киева, а Рогнеда должна была породниться с Ярополком, не обязательно. Кому интересны мотивы Владимира? Зачем показывать его прагматичность, при которой он ни за что бы не взял сына убитого им князя себе? Но нам нахер не нужны никакие исторические факты, и Владимир вроде как ни в чем не виноват и никого не убивал. Как же изнасилование, спросит зритель. Эээ... Ммм... Да, он насилует, но спасает много жизней. И он спасает куда больше людей, чем насилует, и насилует лишь во спасение. Ну а про саду Киева, которая следовала за этим, уж тем более не нужно рассказывать. Согласно нашему кинодокументу, Владимир ничего не хотел захватывать, просто так получилось. А Ярополк, тот бородач из начала фильма, который должен был быть в Киеве и противостоять Владимиру, просто ушел. Со всем своим войском. Ни одного боеспособного солдата он в городе не оставил. Сука, я вывел героя из замка и на следующем ходу мой замок захватили. Блин. Звучит как решение для исторического фильма. Место занято. Хочешь знать, почему люди не меняются? Не хотят? Ой, какой ты философ! Только, режиссер, это нужно как-то объяснить. Понял тебя. За кадр приди! Ярополк стал лагерем в одном дне пути от Киева. Владимир посылал к нему людей, предлагая встретиться. Ярополк отвечал, что вы мясок не можете его судить. Ничего не понимаю. Это не сценарий тупой, это зритель тупой. Это кино стало событием. Каждый считывает свои смыслы. Стоит посмотреть, чтобы поддержать разговор с думающими людьми. Это кино стало событием. Каждый считывает свои смыслы. Стоит посмотреть, чтобы поддержать разговор с думающими людьми. В покинутом Киеве находят жену Ярополка по имени Ирина и её охранника, которого на беседу отводит свинель. — Приведу Ярополку сюда. — Чё это он за тобой идти-то должен? — У вас Ирина. Она носит его ребёнка. — А? — Что, блядь, происходит? — Сука, сука, как тяжело монтировать на читалке, блядь! Дезориентация должна быть симптомом просмотра, чтобы зритель не понял, сколько денег на фильм потрачено и не понял тупость сюжета. Ну а Ярополк прибывает на мирные переговоры к чмошнику. — Что делать будем? Говорить. — Димон! 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 Кто убил Ярополка? Почему его убили? Почему князь не в курсе, что происходит в его подчинении? А если в курсе, почему страдает об убитом? Хо! Чё-нибудь на площадке доснимут! Чмо за убийство брата ни с кого не спросит! И это важно! Чмо не князь! Чмо облёванный слабак! Ну и вызывать он должен! Лишь омерзение! Господи, он опять кого-то насилует! По-моему, зритель начинает что-то понимать! Резко телепортируемся к воеводе Ярополка! Которого зовут... Мне лень его раскрывать! Пусть будут звать Антон! А в финале подставят любое имя! Ничего же не изменится! Фёдор! Пообещай, что защитишь Ирину! Блин, ещё один персонаж! И его нужно раскрывать! Дали бы ещё семь лет! Раскрыл бы! А так... Жупу! Какой-то бородач, который потом будет служить Владимиру, не суть важно! Антон бреет голову с помощью славянского крема для бритья! После чего обещает коллективно отомстить с какими-то ещё бородачами! Господи! Зачем я вообще вожу столько персонажей, если они потом не будут задействованы? Викинг – самая высокобюджетная картина в истории отечественного кинематографа! Ах да! Чем больше букв, тем больше денег! За кадр! Приди! Владимир закончил войну, и люди приняли смерть Ярополка. Но не приняли Владимира. Чтобы выстоять, Владимир должен был стать для всех больше, чем был его брат. А больше был только его отец. Чего, блядь? Ну сейчас вы отсосёте! Не, ну а что? Отвар из грибов, он повышает потенцию! Секс прерывает влетевший топор. Язычники говорят, что это киданул дедайт Ярополка. Это мстит мертвец. Тебе. Твою мать! Ну и Владимир бросается к жене мертвеца Ирине, дабы она объяснила происходящее. Ведь она христианка. Все мертвые воскреснут. Останут все и пойдут. Воскресит. Поэтому, да? А ты что здесь делаешь? Цветоко. Смотри какие мелкие офигенные купил. Если вы не поняли, это одно помещение и одна и та же сцена. В общем, Владимир уходит, чтобы сломать одни идолы и поставить другие. Местные, при виде того, как их святыни уничтожают, бьются в истериках. Ведь они всю жизнь верили в этих идолов. Ну а на замену Владимир поднимает другого идола в самом центре столицы Киевской Руси. В месте, где находится чуть ли не самое главное святилище, где поклоняются и где проводят празднество. А поэтому данное место нужно сделать максимально всратым. Кстати, а вы знали, что славяне не умели вырезать по дереву? И самое главное, на роли язычников нужно брать ребят из кастинга фильма «У холмов есть глаза». А то мало ли, мы язычников адекватными покажем, а это чувство верующих затронет. Сейчас с этим строго. Тем временем, Антон, чтобы отомстить Владимиру, договаривается с печенегами. И не зря, ведь последние издревле обладали костюмами невидимости. Именно поэтому с башен дозорные не видят огромное войско. Кто ты, черт, тебя подери? Печенег! А следовательно, атака разворачивается резко и внезапно. Даже ворота закрыть не успевают. Но у Владимира со свинельдом есть стоп-слово. Хочешь, я тебе его подарю? Прямо сейчас скину, на солнце до зрения! Так, да, жена же Ярополка у него в заложниках. Забыл. Пацаны, извиняйте, всё, стоп-э, пойдём. Антон уводит войска. На спокойствие чмошника нарушают викинги. Кстати, почему мы называем их викингами, а не варягами? А, да потому что мы снимаем кино на уровне голливудского, а не отечественный трэш. О! Пивко! Викинги говорят, царь, ты чмо и не платишь деньги. Да, мы в курсе, что идёт война, и если зайдут, то нас тоже убьют, но нам похер. Великий князь Киевский быстро вытаскивает своих наложниц и сдирает с них украшения. Лишь бы уважить могучих викингов. Викинг, Сепа, Суеверный. Я труденер Криягора, мэн. Я тласса хандлассмен. Заткни её нахуй, или это сделаю я. Из этой сцены зритель должен понять, что Рогнеду жизнь ничему не учит. И то, что у крупного князя, богатейшего человека того времени, который восседает в городе, где много денег и торговцев, нет денег, чтобы заплатить группки наёмников. Оставлять ли сцену, где Владимир на коленях умоляет викингов остаться? А что, первоначальную сцену меня-то убрали? Моя любовь, как грузовик, берсеркер. Ты хочешь делать трак со мной, берсеркер? Тут же приезжает Антон, ведь он собрал войско побольше. Собрал всю степь под стенами Тилвар. Так, а разве проблема была в количестве войска? Владимир же опять может вытащить Ирину и пригрозить Кесаревым. Хм, как это оправдать? А, пускай Познер скажет критикующим, что они просто завидуют. Мне показалось, что причиной этой вот враждебной, как я сказал, злобной критики является, по крайней мере отчасти, зависть. И к вам, и к Эрнсту, к успеху. А фильм ни разу не дерьмо, нет. Владимир решил послать воинов за ворота, чтобы выманить их в конницу к стене. Ой, чё-то не то. А зачем кого-то посылать, если эта самая конница и так бежит штурмовать стены? Вы просто завидуете. Зависть, 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 ничего не слышу, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Зависть, зависть, добейтесь! Ну а далее надо показать графен на все деньги. Плевать, что за кадрами, где конницы неисчислимое количество, следуют кадры, где коняшек не больше двадцати. А какого хрена? Плевать, что зритель там подумает. И в жопу авторов Центуриона, которые при вдвое меньшем бюджете смогли показать эпичность, прогибаясь под желание сделать качественно. Ну а вот мы не прогнулись. Нам в течение семи лет каждый день было насрать. На этот раз штурмующие не догадываются о дешевизне и херовости декораций и не вырывают бревной стены. Они используют лестницы! И в этот момент выскакивают парни, которые должны были конницу приманить. Больше кадров! Больше кадров! Кадры слишком медленно сменяют друг друга! Сука! 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 Миня захлёбывается и конница отступает, а пешие солдаты бросаются за ней, чтобы... приманить... Какая разница? Солдаты убегают далеко и попадают в котёл. Но нужно показать, на чём держалась сила русская. Выпускай Кракена! Открывай! Нихуя орёт! Это Тор воплоти! Он за мгновение добирается до окружённых и помогает им выбраться! Уходят стены! Уходят стены! Колени к воротам! Как-то они быстро добежали до стены. Она вроде как гораздо дальше была от окружения. Вы поймите, в летописях этого нет, но существовали специальные крепости на колёсиках. Они носили изматывающую функцию. Вот как здесь, например, они подъезжают, чтобы быть ближе к окружённым. Правда! Живите по правде! Конницы и пешие войска печенегов возвращаются к Киеву. Потому что сработал гениальный план по выманиванию пехотой. И как же теперь Владимиру спасти деревянный город, который обложен сеном и быстровоспламеняемыми вещами? Надо подумать. Придумал! Владимир берёт одинарные деревянные колёса от телег, поджигает их, прокатывает по деревянным же стенам города и скидывает на нападающих. Да так что, каждое одинарное колесо после падения с огромной высоты скатывается как продюсерский талант Эрнста по неровной поверхности и успевает перебить нападающих. Они на самом наведении, они прям догоняют пехоту. Причём, закирается всё кроме стен. На протяжении двух недель, которые снималась сцена, и конечно было страшно смотреть в какой-то момент им в глаза, потому что, ну в общем, мы подвергали людей физическим страданиям. А зрителей мы звучим морально! Ахахаха! Ахахаха! Сразу после кадров с чистыми стенами надо показать горящие стены. Буквально через секунду. Прям в следующей сцене. Мы всё-таки за реализм, у нас же кинодокумент. Нет. Ну, образ великого князя Владимира исчерпывающий. Имбецил, который спасает город путём поджога. Деревянный город, горящими колёсами. И казалось бы, что может помочь? Мы стараемся, Господи помилуй. Иисус, быстрее! Да я стараюсь, стараюсь! Итак, лихуйте, тушище Христос! Волновались так, как будто надо было тушить пожар. Вот почти. Иногда один раз и надо было тушить пожар, потому что у нас горела декорация 48 метров, но мы её сами подожгли. Как вы думаете, то, что вам Бог не помог, связано с качеством фильма? После битвы толпа хочет кого-то принести в жертву и выбирает сына крутейшего воина в условиях военного времени. Может, в жертву лучше принести самого Владимира? Да нет, слишком. Отец вступается за сына и врывается на крупное празднество, о котором не в курсе чмошник. Христианский воин храбро отстаивает ребёнка перед лицом озверевших язычников. Он попадает в беспросветное окружение, а в следующем кадре резко выбегает там, где никого нет. Сука, сука! Но язычники не останавливаются ни перед чем и начинают рубить дозорную башню во время осады города. Они обезумевшие маньяки, которых даже сам князь не может остановить. Оставим! 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 Стой! Они что, его бояться должны, что ли? Он разве князем стал благодаря своей свирепости? Ну или тактике? Нет! Кто его уважает вообще? Они его так по приколу держат, как вы в своё время держали Свету Яковлеву. Христиане вместо того, чтобы обхватиться за брёвна башни, встают в центр и молятся Богу. Конец немного предсказуем. Оставим! Встречается, значит, русский, немец и еврей! Эй, ты не помог! Ну а чё я всё время? Мы не жертвуем Богам самое дорогое. Как они поймут, что мы их любим? А с каких пор христиане стали самыми дорогими? Для язычников? Или это они важны для Владимира? Тогда где это раскрыто? Господи, да это же ко мне вопросы! Этот фильм шедевр. Чмошник бросается на значимого человека того общества, так как чмошника тронула смерть отца и сына, которых он видел 35 секунд. Так, в летописи пал жребий на ребёнка, а язычники обрушили дом. Там тоже не раскрыто ничего! Мы же тут не кино снимаем! Ой, подождите. Ну, допустим, Владимир просто тронула смерть отца с ребёнком. А как тогда оправдать то, что чмошника не тронула смерть родителей Рогнеды, которых его люди убили после того, как сам чмошник изнасиловал их дочь? Ах, да, чмошник же тогда был под грибами. А значит, нищетово. Вы убили 10 человек и изнасиловали козу. Последнее слово. Я был под наркотой. А-а-а, что ж ты раньше молчал? А-а, иди, иди отсюда! У великого князя Киевского кидают топор с целью убить. Но князь никак на это не реагирует. И даже не пытается дегласнуть льва, который посягнул на прайд. Вместо этого великий князь Киевский идёт плакаться на глазах у толпы. Стоп! А как же тогда народ и войско встанет под управление такого слабака и ничтожества? Да какая разница, как там было? Историки всё подтвердят. Попытка достоверно передать дух времени и ощущение эпохи с тем, что это у них получилось, согласны и священники, и учёные. Я согласен! Ты даже не спросил, с чем? Я согласен! Далее Чмо решает отдать Ирину Антону. Почему? Вы знаете, Русик. Ирина чуть ли не через силы уходит, ведь она любит Чмошника, который убил её мужа и угрожал вырезать её маленького ребёнка. Камон, ребята, Козлововский. Ну а затем она замечает браслет Вавана, который Чмошнику отдал покойный христианин с ребёнком и читает, что на нём написано. Анна, имя греческая, не ваша. Как поняла, что Анна? Сказочный долбоёб. Ну да, Владимир ездил в другую страну, где говорят и пишут на другом языке. Да, он привёл за собой представителей другого языка, но ведь он сам в теории, в теории может и не догадываться о существовании других языков. Ну в теории! В теории! Как поняла, что Анна? Здесь буквы греческие. Как ты понял, что мокро? Так вода! Как ты понял, что горячо? Так огонь! Как ты понял, что говно? Так эронстыко! Есть любовь женщины, есть любовь от Бога. Какого Бога ты не сказала? Бухадин. Один, он ждёт всех нас в Альгале! Ирину отдают, но внезапно передача оказывается засадой. Антон преследует чмошника, но последний уходит водой. Казалось бы, из-за такого характера он быстро всплывёт, и его можно будет подрезать, но вдруг... Многие историки здесь открыли свои хавалы и начали говорить, что печенеги очень часто воевали с Византией. Дочнитесь вы, мы здесь показываем огромный корабль, которого там и в теории быть не могло, а вы про каких-то печенегов. Смех, да и только! Историки, блять! Свенельт говорит, что нужно быть осторожнее с Византией, которая как раз приплыла на кораблях. И великий князь, который успел убить брата, княжа в Новгороде, взял Полоцк, взял Киев. Человек, который в бою доказал свирепость и суровость, а также силу своего характера и волю... Да нет, исторический бред какой-то! Не сходится с моим сценарием. Итак, чмошника отвечает Свенельду. Надо перестать бояться. Трусишка Вовчик кроме этого заявляет, что ему нужна сила Византии. Ведь ни у него, ни у Руси силы не было. Да, по многим источникам Византия просила помощи и Русь прислала воинов, чтобы император Василий удержал свое шаткое положение в стране. Но зачем перегружать сценарий этими деталями? Как говорится, все по секретным документам. На встрече ссыкливый чмошник видит облик девушки с надписью «Анна», которая отпечатана на тарелке. И чмошник говорит, что хочет ее и даже всех смотреть не будет. Ты должен забыть о ней. Партон не может получить жены, благодаря народному анду. Отказали даже Германскому императору. Ее хочу. Я, когда встает, просовываю под ремень. Сразу и кайф, и маскировка. Стоит ли вносить в сценарий весьма важное условие, которое выдвинула Византия? А именно, что без принятия христианства породниться не получится. Стоит ли рассказывать про знаменитое испытание веры, вследствие которого великий князь тестил всевозможные религии, примеряя их на Русь, и в итоге остановил свой выбор на христианстве, принятие которого, кроме всего прочего, было чрезвычайно выгодно в контексте внешней политики? Нет, это покажет расчет и прагматизм при выборе веры Владимиром. А это богопротивно. Вы положили начало вот такому серьезному, достоверному, спорному, но достоверному, фильму, кино рассказу о князе Владимире. Правда. Живите по правде. Ха-ха. Киев немного пополняет свой золотой запас с помощью Византии, и, наконец-то, великий русский князь может расплатиться с кучкой невероятно могущественных викингов, которые крутят князем, будто они белые в фильме Тарантино под названием «Джанго». Что этот князь себе позволяет? Бля, охуительный сериал. У меня фильм о любви. За кадр, приди. Да, Ромеи согласились отдать Владимиру сестру императора Анну. Так как знали, каменный город нам не взять. И идти на Корсунь было безумием. Ну а чё, трупами закидайте, русским же не впервой. Я как сценарист фильмов, которые сняты на государственные деньги, заявляю. Про шедкое состояние императора Византии, которого сначала болгары прижали, а потом и местные устроили пару мятежей, кое удалось загасить в том числе при помощи Руси. Лучше не упоминать. Зачем? Каждую доску мы обрабатывали, прорабатывали, потому что понимали, что в кино обман всегда виден. Может, хотя бы Википедию откроете? Нет! Они увидят обман на досках! Где печенеги? Печенеги на Ромеях не воюют. Так, если печенеги пешки в Византии и уходят из-под стен Киева, то зачем тогда Византия предложила союз русам, которые так слабы, что от печенегов не способны отбиться? И почему тогда Византия поставила условием взятия Корсуни? Не проще ли своих сильных союзников печенегов об этом попросить? Зачем вообще породняться с государством, которое небоеспособно и не имеет силы? И кстати, как же это? Отказали даже германскому императору. То есть даже германскому императору. Даже. Тогда зачем вообще допускать даже малейший шанс породнения с какими-то русами? Господи, я начинаю искать логику в собственном сценарии. Надо срочно усиливать напых. Колорист, помоги. Ах, подай сценарий. Русы идут осаждать Корсунь. И византийцы, в отличие от чморей славян, тянутся к красивому. Им нравится шелка, золото. Между грязищей и богатством они выберут богатство. А их солдаты стараются опрятно выглядеть и ухаживать за доспехами с оружием. Их каждый знаком. Самой великой тайной цивилизацией. Умыванием. Кроме того, сам Бог с помощью солнца подсвечивает христиан. В отличие от язычников. Это совпадение. Только и все. Ну а Ирина решает предать город, который приютил и ее, и лучшего друга мужа, и ее ребенка. Она вместе с отцом христианином пишет записку о местоположении водопровода Корсуни, без которого город не выстоит. И вместе с картой отправляет все это человеку, который убил ее мужа, который угрожал ее ребенку, мрази, которые не держат своих обещаний. Антон, который положил всю свою жизнь спасению Ирины и мести за ее мужа, узнает о предательстве. Блядь! 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 Ты, блядь, тупая сама! Хоть понимаешь, насколько ты, блядь, тупая! Нет? И да, я знаю, что согласно летописи Корсунь с трудом досталась Владимиру. Он хоть был и спорный, но все же личностью, сильным человеком и суровым воином, бла-бла-бла. У нас фильм про дурака. А дуракам везет. Точка. Будет круто. Личность в фильме одна. Зачем? Ирина, зачем? И эта личность собирает печенегов для того, чтобы пойти войной на Владимира. Где печенеги? Ромей сказали, что у них теперь с Владимиром в союз. К печенеги на ромеях не воюют. Нет, ну как? Ну как? Я вас нихуя не понимаю. Я в открытую харкаю зрителям в рожи. Ха-ха-ха. Говорю, это сон. Да ладно, надо продолжать писать сценарий, как говорится, из одного бреда в другой. Ну пускай он собирает печенегов, которые до этого говорили, что не воюют с рамеями их союзниками, ну какая разница, а? Смотрите, сейчас тупость покрупнее напишу. Воины потянулись домой. Чтобы остановить их, Владимир приказал затащить корабли на гору. Корабли, блядь, на гору! Причём затаскивают те же солдаты, которые только что хотели разбежаться. По-моему, по степени ебанутости я уже давно вышел за рамки бюджета. Приходят печенеги и русы занимают оборонительные позиции, так как они находятся на возвышении, и только так можно принять бой с конницей. Да ну нахер! Русы сталкивают корабль с горы и на нём десантируются на конницу. Масштабная и зрелищная историческая реконструкция. Речь идёт о 10 веке и исторические свидетельства чрезвычайно малы. Про это время можно говорить с той же степенью свободы, что и про «Властелина колец» в применении к Руси. То есть вы собираетесь снимать исторически достоверное кино, при этом со свободой как у «Властелина колец»? Ну, да. Знаете, это охуительная идея, а я прям... Эээ... Тоха, неси ведро! Хотя, будем честными, никакое ведро не вместило бы госдотации на фильм «Викинг». Эээй, Питер Джексон, ты со своим щитом-скейтбордом сосёшь жопу! Ведь у нас тут дракары-сноуборды! Вы только поймите правильно, про 10 век ничего не известно. Нет ни летописи, ни раскопок, ни хера вообще. А следовательно, мы даже не можем предположить, какие законы физики были в то время. Новая ступень, новая планка для нашего кино. Несмотря на то, что мы показывали, дескать, герои толкали лишь один дракар и никаких других дракаров не было, и людей рядом не было, в полубитвы скатывается ещё несколько таких же кораблей. Мы ведь доподлинно не знаем, может быть славяне умели телепортироваться? Обожаю монтаж, сука, сука! Кстати, чмошный князь в бою участие не принимал. В момент, когда солдаты толкали дракар, князь спотнулся и упал. А поэтому он устал. Антон, который участвовал в битве, не устал. А князь устал. Даже старый свинельт не устал. А вот князь устал, и бой с Антоном он принять не может. Чмошник падает на колени перед врагом, демонстрируя окончательную уничтоженность своего характера. Смотри, старик! Рабом родился и думает рабом спастись. Великий князь Киевский. Насильник. Грибоед. Трус. Чмо. Крыса. Только Ваймакс 3D. Викинг. Время пришло. Крыса с подчиненными мучает связанного Антона. Князь Руси он такой. Способен борзеть только с рабыней, а бить только связанного. Твой брат Ирополка, он убил тебя, а ты его зарезал. Не я брата убил! Давайте не будем о том, что кто-то кого-то где-то убил. Ну а далее мега аллегория. Антон прокатывается с горки и как будто пересекает несколько часовых поясов. Как бы князь Чмошник пощадил, и поэтому он ближе к свету. А нехрест Антоном как бы с ненавистью в душе и поэтому как бы во тьме. Мы верующие христиане, а поэтому мы ближе к добру, свету и благодати. Режь печенегов! Хотя викинга снимали про естественном свете так же как и выжившего. Может просто проебались? Не суть. В общем Чмошник с бандой находит водопровод. На горе в нескольких километрах от города. Знаменитый металлический водопровод Корсуни 10 века. С напором сильнее чем у меня в квартире. Даже нет. Сильнее чем у пожарного гидранта 21 века. Ну это же гора. Вот и давление сильнейшее. Мы тут историческое кино снимаем. Понимаете? Ну как? Ну как? Я не понимаю! Не понимаю! Викинга уже посмотрел президент России. Семь лет работы над историческим блокбастером. Так его уже окрестили критики. И за масштаб, и за спецэффекты, и за внимание к деталям. Главное, главное похую. Потому что похую тоже похую. А ведь вы же, вы все, все ваше поколение. Вы же поезда водите, самолеты, адвокаты между прочим. Мы и фильмы на налоги снимаем, а на ТВ их навязываем. А потом зовем священников и историков, чтобы на том самом ТВ нас оправдывали. Уважнейшие участники разговора священнослужители. У авторов фильмов получилась достоверная история. Историк Владимир Петрухин вспомнил, как знаменитый советский археолог Арцеховский находил компромисс с самим Эйзенштейном на съемках легендарного Александра Невского. Идут работать на такие ответственные работы. А потом пиздец, пиздец наступает в обществе. За достоверностью следили крупнейшие ученые-историки. Снять историческое кино с документальной точностью. Это подлинная история. Фильм это художественный экшен. Художественный фильм, а не документальное кино. Что такое историческое кино, трудно сказать. Есть такое впечатление, что мы готовили фильм для группы специалистов. Главное, чтобы притворяться научились. Вот же как, а? Кем надо, притворяются, влазают куда хотят. На любую работу, а? И нихуя там не делают, собираются. Вы играетесь в жизнь. А те, кому это серьезно относятся, с ума сходят. Страдают. Стоп, это еще не конец. Корсунь сразу сдается. Люди боятся, что кроме горного металлического водопровода с таким давлением, им еще и отопление с электричеством отключат. А как еду в микроволновке тогда греть? Поэтому войско язычников заходит в город. И на фоне чистых христиан они выглядят как говно на натюрморте. Это не значит, что мы специально всех там фактурили грязью. Фактурили прямо на площадке. Грязью, ну так с ног до головы. Она подсыхала маленько, и было такое, что весь как, ну знаете, шкура слона. Они поняли, они поняли, что жопы от них отъебались. Нужно притвориться. То есть вот все даже с внутренней стороны, все было отфактурено. Вообще, это грязь, это наши лучшие друзья. Грязь и говно. Это справедливо практически для всех исторических фильмов, снятых в России. Но на самом деле не все фактурили грязью. Вот доспехи христиан-византийцев, они, они чистые. Ну сейчас, чмошник примет христианство, и все остальные тоже станут чистыми. Но сначала... Где Ирина? Ушла. Два дня назад. И это правильно, предать, отдать город чмошнику, что обещание не держит, и свалить. А то, мало ли, он под грибами и тебя убьет, не говоря уж про остальных горожан. В общем, чмошник говорит, хочу христианство, что делать? Расскажи, в чем плохое. Что вспомнишь? В детстве я у брата кораблик украл. А потом... А потом убил его. Не, я брата убил! Блять, я совсем запутался, князь убил брата или нет? Ээээ... А, вот где это логично объяснено. Здесь бумаги нет. Не подсобишь. Так, что у нас дальше? Владимир начинает рыдать. Что заставило его рыдать? Чудо! Чудо небесное! Он дал нам понятие о морали. Да, без князя Владимира никто ничего не понимал. Владимир с помощью фокусов с маслом и водой очищается от грехов. И теперь святохор будет светлым, после чего светлое чмо идет на берег, где свинель предлагает завалить императора Византии. Но крещеное чмо отвечает. Нет. Что нет? Я больше не буду убивать. Я сделаю так, что в этом году поклонская на акцию, посвященную ветерану Великой Отечественной, придет с портретом Владимира, а не Николая. Так победим. Ну а свинель начинает всячески унижать Владимира и говорит, что убьет князя, дабы увидеть, как последний воскреснет, как сказано в писании. Да надо увидеть, чтобы поверить. Что увидеть? Я козов. Давай. Давай! Свинель, естественно, не убивает князя, потому что, во-первых... Камон, ребят, Козлововский. А во-вторых, потому что... Он стал частью меня в этой жизни. А другой у меня уже не будет. Обязательно будет, ведь после смерти тела душа перевоплощается и получает новое тело. Но, судя по твоей карме, новая жизнь будет незавидна. Ну а заканчивается фильм так. Вчера еще грязные киевляне-язычники, теперь уже белые окиснег и чистые, как мозги нашей авторской группы, заходят в воду и принимают крещение. С улыбками на лицах. И за всем этим наблюдают оголтелые, обговняканные язычники. Про грязь и так далее, это не мои домыслы, это просто есть научные исследования. На севере Руси были бани, на юге Руси бань вообще не было. Люди умывались один раз, ваше предположение? В месяц. В год. Умойся. Это все историческая правда. Ну а население вот это обговняканное ходило, оно, ну как бы, они же не крещеные, поэтому как бы в Днепре им купаться было нельзя. И да, изначально мы показали, что люди бились в истериках, когда одного идола меняли другим. А теперь все счастливы при смене целого верования. Ну просто потому, что теперь населению можно мыться. А то ведь до этого Перун запрещал. Ну, я даже и не знаю, что сказать. Викинг начали делать в 2008 году и это самый дорогой российский фильм за всю историю. Государство поддерживало авторов на возвратных и безвозвратных условиях. А общий бюджет фильма составил 1 миллиард 250 миллионов рублей. На секундочку, Брестская крепость, которая вышла в 2010 году, стоила 250 миллионов. То есть Викинг 1 миллиард 250, а Брестская крепость просто 250. То есть Викинг должен выглядеть как пять Брестских крепостей. И хочется спросить, где это все? Где хотя бы одна треть Брестской крепости в контексте визуала? Неужели сотни костюмов, корабль и не самые большие декорации стоили 1 миллиард 250 миллионов рублей? И я ни в коем случае не обвиняю никого в воровстве. По одной лишь причине. Посмотрите на сценарий. Семь лет создания и никто даже не удосужился поправить ту лютую ахинею бредятину, которая сквозит из каждой строчки сценария. Никто не правил исторических ошибок, да чего уж там идиотские повороты сюжета не изменили. Складывается впечатление, что эти семь лет авторы просто сидели на ЗП и очень лениво порой занимались фильмом. Несмотря на весь потенциал и профессионализм некоторых участников. Да похеру, ведь есть Первый канал, есть Ургант, есть Познер, есть новости. По-любому зритель пойдет. И схема абсолютно такая же, что и у Притяжения. Фантастические спецэффекты. В фильме действительно очень хорошая графика. Что и у других подобных проектов. Довольные зрители из кинозала. Кассиры с их рассказами про невероятные очереди. И забронированные билеты на год вперед. Директоры кинотеатров, которые заявляют, что лучше фильма история не видовала. Приглашенные звезды с их честнейшими мнениями. Интересно, а что думает Верник? 193, 86, 79. 39,9. Температура страсти, температура гордости, температура кипения. На этот раз для раскрутки фильма подключили даже президента страны. Просто осознайте влияние авторов. Но на этом все отличия заканчиваются. Зрители заманивают словно по методичке. Лишь названия меняются, а подход остается прежним. Исторический блокбастер с глубокой философией. За грандиозными визуальными эффектами вечные важные темы. Это скрытая за спецэффектами интригующая история. К которыми еще долго хочется думать. После блокбастера хочется думать, сомневаться и спорить. Русские киноделы, вы настолько не запариваетесь в создании фильмов и в их раскрутке, что на искренние отзывы зрителей вы берете одних и тех же, блять, людей. Фильм «Притяжение». Я плакала, переживала за актеров, за героев этого фильма. Фильм «Викинг». Ооо, меня все трясет, вот можно видеть. Трясы тоже, цветы тоже трясутся. Знаете, меня тоже пиздец как трясет от таких вот совпадений. Рассказывает создателям фильма, что видела «Викинг» дважды. Первый раз с семьей, а второй раз одна. Не хотелось, чтобы кто-то отвлекал. Заебали отвлекать, серьезно. Здесь от странного монтажа, хрен пойми, что происходит. Так еще и дергают постоянно. «Викинг» уже опередил по кассовым сборам «The Weeknd» американскую драму «Призрачная красота». «Притяжение Федора Бондарчука, похоже, обходит все голливудские новинки». Ешь! Ешь! И любая критика, которая идет из уст независимых от первого канала людей, а не этих критиков 10 из 10 на оболочке сетчатки глаза, воспринимается авторами как преступление. Тут же создаются оправдательные группы и произносятся подобные пассажи. Последний вопрос по поводу реакции. Не говорит ли это о комплексе неполноценности? То есть о совершенно неумении, нежелании смотреть на себя спокойно и объективно? То есть вы понимаете, в дегенеративном сценарии, в убогом монтаже, в куцах декорациях виноваты вы, а не авторы? Что эти зрители поступили так, потому что узнали на экране себя. Владимир Познер, на всякий случай, я ни девушек не насилую, ни грибы не ем, ни в собственной блевоте не засыпаю. Уж простите, но это мимо. На моей памяти впервые такое, когда Родина так отвлекается на художественные произведения. Как вы могли забыть другого правдоруба с такими же оправданиями? Я не могу понять, где правда. Что за двойные стандарты? Художественные произведения, почему не хотят смотреть неожиданную, может быть, правду? Бояре-то нормальные, просто холопы не те. А если серьёзно, потому что эта правда является правдой до тех пор, пока человек не посмотрит фильм. Правдой оно является с уст промоутеров данных шедевров. Правдой оно является до тех пор, пока не откроешь банальную школьную программу по истории. И хочется задать несколько вопросов. Почему в кинодокументе под названием «Викинг» убрали каноничную сцену испытания вер? Неужели ислам не достоин упоминания? Или иудаизм? Или католицизм? Почему стёрли какие-либо упоминания о христианстве на Руси до крещения? Ну разве это важно, когда в пресс-релиз вставляешь такое? Мы точно знаем, что такое хорошо и что такое плохо благодаря святому равноапостольному великому князю Владимиру. А вот по фильму «Викинг» не особо понятно, что же такого Владимир сделал, что все о всём всё узнали. Да по «Викингу» непонятно, как сам Владимир к вере пришёл. Хотите российский фильм про религию, где и желание цепляться к историческим неточностям нет? Потому что фильм хороший и при этом стоил меньше «Викинга». Посмотрите «Орду». Но вот беда. Орду не облезали по Первому каналу. А священники с историками в один голос не орали, что так всё и было. А что касается насилия, то вот тут опять полное совпадение с повестью «Мреклята» с Нестором. В том, что с радостью принимали киевляне крещение и нам напоминали злобно, что вот Новгород-то крестили огнём и мечом. Что ж ты тут за враньё? Поэтому мы мечом росли Новгород только по словам Татищева, историка начала 18 века. Это действительно какой-то там Татищев, какие-то там раскопки. Зачем доверять одному лишь источнику? Ой, вы весь свой фильм основали на одном лишь источнике, потому что, по вашим словам, других источников попросту не было. Оказывается, они были! Просто они вам не выгодны и поэтому вы их отмели. Охерительная логика! Ну окей, принимаем это. В жопу Татищева. Допустим, русам похеру на язычество, хотя они, казалось бы, в него поколениями верили. И вот они с улыбками уничтожают своих идолов и начинают верить в Христа. Тогда, следуя этой логике, сорви икону у этих верующих со стены и повесь туда фотографию Пикачу, и они в него с улыбкой будут верить. Что это за верующие такие? И что это за вера такая? В случае, никого это не оскорбляет? Ни эти историки, ни этот фильм. Фильм называется «Исторический блокбастер». Кощунственное отношение к чувствам православных верующих Здесь нарушается неотъемлемое право, конституционное, международное. Право на неприкосновенность частной жизни, на личную тайну, на семейную тайну. А что, секс, не снимая штанов, уже тайной не считается? То есть, к викингу вопросов никаких. Господи, как же меня бесит вся эта лживость и лицемерие! Я не христианин, и я не язычник, но меня, фильм «Викинг» и другие фильмы, которые спонсируются государством, порядком оскорбляют. Не только потому, что они так показывают христиан, язычников, полицейских, солдат, обычных людей, жителей Чертанова, кого угодно еще. Моя основная претензия к логике этих фильмов. Зритель соскучился по нашему и, главное, качественному кино. И теперь точно знает, что оно есть. Да, но только вы с постером в студии напутали. Называть «Викинг» качественным – это как называть новости по ТВ честными. Кроме всего прочего, отвратительный монтаж, рваный сценарий, безликие персонажи и импотентное повествование вкупе с ничтожным главным героем создали невыносимое зрелище. Самое дорогое в истории России невыносимое зрелище. Ну, как говорит сценарист «Викинга»? В связи со множеством отрицательных рецензий и отзывов о «Викинге» вспомнился старый анекдотец. Подходит человек к поэту Сергею Михалкову и говорит, что же вы, Сергей Владимирович, такой гимн с СССР сочинили? А что не так с гимном, спрашивает Михалков? Да говно полное. Ну, говно или не говно, а слушать ты его будешь стоя. Адмирал, где показали лишь светлые стороны Колчака. Высоцкий, где показали лишь темные стороны Владимира Семёныча. И вот теперь «Викинг», где непонятно, как за таким ничтожеством, трусом и чмом вообще кто-то мог пойти. В какой стране это чмо что-то там кому-то могло навязать? Всё вот это говно, как я понимаю, мы будем смотреть стоя. Эксперимент, очевидно, неудачный. Кстати, знаете, сколько раз слово «Викинг» упоминается в повести временных лет, которую, по словам создателей, они экранизировали чуть ли не слово в слово? Нестор, ты не вывозишь. Ах да, чуть не забыл вишенку на торте. Каждый зритель, эмоционально подключаясь к происходящему на экране, получает свою версию историй, никем не навязаную. Ни кем не навязаную. Блять, вы только вдумайтесь в это. Знаете, в этом обзоре, в теории нет исторических ошибок. Вы просто получили свою версию истории, никем не навязанную. Ах да, и свою версию мнения, никем не навязанную. Бэткомедиан существует за счет поддержки зрителей. Большое искренне спасибо вам. Всего плохого.